Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельские чтения этого времени от Пасхи до Пятидесятницы из Евангелия Танна рассказывают нам о том, каким был Господь Иисус. И для нас это очень важно, потому что в этом же Евангелии мы читаем удивительные и, быть может, одни из самых важных слов для нас об Иисусе, когда Он говорит «Я и Отец одно, видевшее Меня, видел Отца». То есть, когда мы узнаем об Иисусе, мы узнаем о Боге, каков наш Бог. Человек, который не читал Евангелие и не может иметь правильное представление о Боге, будет какие-то туманные представления со множеством ошибочных взглядов, страхов и так далее. Именно Евангелие нам открывает, каков наш Бог, поэтому нам так важно Его и читать, и перечитывать. И вот в сегодняшнем Евангелии ставится много очень трудных вопросов, на которые, собственно говоря, мы не имеем окончательных ответов в таком человеческом рассуждении, а только именно в доверии Господу как Сыну Божию. Первый вопрос, который и ставится учениками, когда они видят этого слепого от рождения, кто согрешил, он или родители его? В иудаизме было такое простое стремление, которое, собственно говоря, живет в каждом из нас и до сего времени. Если случается какое-то зло, значит, он что-то сделал не так, и тем самым он пожинает плоды своего зла. Если вот я там заболела, ах да, ну вот я что-то там сделала, кому-то не так сказала, вот теперь заболела. Вот я что-то там пропустила, вот теперь заболела, меня Бог за это наказал. Ну и там маленькие дети, вот смотри, не делают, боженька накажут, ну и так далее. То есть образ Бога, как такого некого полицейского, который внимательно следит за каждым из нас, и чуть какой промах, надо сказать, соответственно наказывает. Такое очень простое объяснение зла. Но уже в Ветхом Завете, в книге Иова, это все подвергается сомнению. Когда на Иова сваливается множество несчастья, трагедий, приходят друзья его и начинают его как бы утешать, говоря, ты вспомни, что ты там сделал, покайся, и вот Господь тогда простит все, как-то стоит на свои места. А Иов твердо отставить нет, ничего, соответственно, вот этим всем трагедиям ничего такого я не делал. Ну как-то, наверное, забыл, там все прочее. Вот ты гордый, так сказать, превозносишься и прочее, прочее, покайся. Ну, такой был суть их всех рассуждений. И в итоге книги Бог говорит друзьям, Иов, раб мой, более прав, говоря обо мне, чем вы. Просить его, пусть он помолится за ваши речи, которым вы согрешали, и, может, Господь помилует вас. То есть мы видим, что вопрос зла гораздо труднее, чем люди себе представляли. Вот плохо сделал, тебе, соответственно, наказание. Хорошо сделал, тебе, соответственно, поощрение. Потому что действительно, сколько мы видим людей, которые праведные, справедливые, и страдают, сам Господь Иисус, и, напротив, грешники, которые процветают. Все это зло гораздо сложнее, чем нам кажется в таком простом подходе. Зло остается тайным. И, на самом деле, мы должны ему просто противостоять, не вторгаясь в размышления его происхождения, прочее, прочее. Собственно говоря, этому учат нас даже первые строки Библии. В начале сотворих Бог неба и землю. Земля была безвидной и пуста, и тьма надвесной. Такая страшная картина. Вот это сопротивление творения своему Творцу. Безвидной и пуста, и тьма надвесной. Но Бог нам не начинает разъяснять, что это от того, там такая была природа, такое происхождение. Выход простой. Бог говорит, да будет свет. И стал свет. Увидел Бог, что свет хорош, и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью. Вот отношение Бога ко злу. Он нам его не объясняет, он его побеждает своим творением. Собственно, к тому же призваны и мы с вами. Противостоять злу, как Иисус противостоял злу. Другая загадочная сторона этого поискования, не только этого, но и многих других, то, что Иисус совершает вот эти замечательные исцеления, знамения. Они у нас переводятся, в сенатальном переводе как чудеса, точнее, все-таки сказать, знамения, знаки. Это чудо, которое указывает на что-то очень важное, а не просто само по себе некое очень хорошее, прекрасное событие. И вот здесь загадкой становится, почему чаще избирает именно день субботный. День покоя, когда никакого дела нельзя было делать. И запови, помни, день субботный. Во второй главе книги «Бытия» автор книги нам говорит о том, что Бог закончит дела свои и в седьмой день почил. Тогда, когда накануне, в день шестой, создал человека. Бог почил всех дел своих и осветил день субботний. На самом деле, это все означает, что Бог придает этот субботний день человеку. Начиная, заканчивается как бы действие Божие, начинаются действия человека. Но не в том смысле, что Бог отворачивается. Псалом нам говорит, что если ты отвернешься от творения, оно теперь все возвращается, метутся, боятся. Поэтому обортишь лицо свое и освещаешь лицо земли. Таким образом, седьмой день – это день человека. И действительно, мы с вами знаем, что вот эти ионы, когда они сменяют друг друга, то действие предыдущее как бы останавливается. Мы знаем, что в мире имеется творение, когда идет эволюция физическая, затем химическая, затем биологическая. И темпы, скорости этих всех процессов разные. Так что, когда начинается следующий этап, предыдущий как бы останавливается. И вот, когда приходится мир-человек, то уже эволюция человеческой, эволюция человеческого мира идет гораздо быстрее, чем биологическая. И поэтому кажется, что биологическая эволюция вроде бы как бы и остановилась. И это в самом деле – это время, отданное человеку для творения добра, преображения мира. Это день человека. И субботний покой был заповедан именно для того, чтобы человек это осознал. Чтобы человек понял, что он творение Божие. Чтобы понял, что в Боге источник и смысл его жизни. И дается этот субботний покой. Апостол Павел говорит о том, что этот закон до Христа был лишь где-то водителем ко Христу, готовил к нему. А когда приходит Христос, начинается нечто новое. И это новое заключается в частности в том, что в субботу не просто священные ничего не делали безделья, а суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому можно и нужно в субботу делать добро. И множество примеров мы в Евангелии имеем, когда исцеляют, человек говорит, если у вас осел или волк упадет в яму, никто же достанет его в субботу или овца. Насколько же человек дороже овцы. И вот Господь нам дает новое понимание субботы. Делание добра. Иисус нам дает пример. Он не исправляет все зло мира, а дает пример, как Ему противостоять. И далее говорит, дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше этого сотворите. На вопрос о происхождении зла, болезни и все прочего ответить трудно, но можно в этом видеть, также некое проявление того, что называется случайность. Случайность, как некая свобода данной твари. И действительно, мы знаем, что какие-то мутации, прочие там события биологически совершаются, в общем-то, случайно. Хотя мы в жизни говорим, что нет, случайности не бывают. Но если копнуть глубже, то понимаем, что да, в жизни есть и случай. Но человек призван противостоять этому случеству. Противостоять, сотворите больше, чем я сотворил. Человек призван к соработничеству с Богом. Господь исцелял, и мы, люди, призваны к исцелению. Наука, которая родилась именно в христианских странах, именно в христианском мировоззрении, как осознание природы, как человек, созданный по образу и подобию Божьему, может раскрывать тайны мироздания, начиная с каких-то элементарных процессов и заканчивая очень сложными и глубокими. И человек действительно это делает. И мы знаем, что множество открытий, путь науки таков, что за прошедшие 2000 лет со временем явления Христа мира, его воскресения, множество побеждено болезней и побеждается все больше и больше. Если мы посмотрим, я специально смотрел, года жизни людей 19 века, ну от силы 50-55 лет, и все, самые знаменитые люди. 50 лет считалось уже старым. Старуха-проценщица Достоевского, как сейчас выяснили специалисты, 42 года и всего было. Старуха-проценщица. А сейчас все это совсем по-другому оценивается. Век человеческий увеличивается. За счет чего? А вот именно за счет научных исследований, за счет работы медиков, за счет того, что этим трудом человек совершает то, что совершал Господь словом. Это дано нам, людям. Я недавно читал книгу одной замечательной нашей ученой Натальи Петровны Бехтерева. Она нейрофизиолог была, академик медицинский, от него большой академии. И вот замечательные исследования, которые проводились не только благодаря там электродам, там вживляли мозг и так далее, довольно такая сложная вещь, но замечательный прибор, позитронный, несенный томограф. Огромное устройство, для которого специально нужно построить, было целое здание, чтобы исследовать. Но позволяет именно прижизненно следить те изменения мозга, которые порождаются болезнью, и наоборот, какими-то лекарствами, помешательствами. Все это есть совместный труд и медиков, и физиков, и биохимиков. Всему этому служат человеческое знание и познание. Вот предназначение человека. И таким образом мы видим, что исцеление важно не только физическое, это и человек может, а и духовное. И это путь для человека. Увидеть Христа в каждом человеке, увидеть предназначение человека, к этому призваны каждый из нас. И сегодняшний тропарь праздника, который, как и всегда, раскрывает суть события, он звучит так. «Душевными очи не ослеплен, к тебе, Христе, прихожду, и окажу слепы от рождения. Пока я не забудьте, ты сущих во тьме, свет пресветный». И действительно, сегодняшнее чтение апостольское из книги «Деяния святых апостолов» рассказывает нам о страже темничном, тоже такая метафора, не случайная, который именно обращается ко Христу в результате того, что встречает Павла и Силу, который в этих условиях незаслужное суждение, избиение, воспевает Богу, благодаря Богу за жизнь, за все, за чудеса. И именно землетрясение обращает его, что что-то есть другое в жизни. Так и мы с вами, когда что-то, как говорится, гром не грянет, может не перекреститься. Так и здесь он обращается к Свету, обращается к истине и получает новую жизнь. Так и каждый из нас призван к тому, чтобы являть в себе Христа нашим ближним. Каждый из нас, наверное, знает, что он обратился именно потому, что встретил в жизни свои люди, которые похожи на Христа, людей, которых мы называем святыми, пусть прославлены, не прославлены, не в этом дело. И почему мы и прославляем святых, и почитаем, потому что тем самым через них нам показывает Господь, что христианство возможно, что подражание Христу возможно. К этому призван каждый из нас, чтобы, делая добро, именно обращаясь к Богу, как источник этого добра, нести это добро всем, с кем мы встречаемся в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok